Всем привет, с вами Dave's English. И сегодня мы будем говорить на очень интересную тему LA, Los Angeles. Будем мы смотреть видео разных блогеров, и я буду просто давать свои комментарии, потому что я сам там побывал. Сам я родился в штате в Калифорнии, в городе Сакраменто, в столице. Поэтому мне очень интересно, что будет рассказано в этих видео. Поехали! Я уверен, что многие из вас слышали про Калифорнию, про LA, и очень многие из вас мечтают туда попасть. Вы знаете прекрасно, что там очень развита киноиндустрия, музыкальная индустрия. LA всегда был в центре внимания, и как магнит притягивает туристов, американцев, всех подряд, потому что это LA. Кстати, если вы тоже слышали про LA, и хотите туда когда-нибудь попасть, ну и просто не знаете английский, приходите по ссылке внизу, регистрируйтесь на бесплатный урок от English. Там вы не только научитесь английскому языку, но и вам поставить американское произношение, чтобы быть как свой. Ну а пока с вами вернемся к LA. Как я уже говорил, LA всегда был голубой мечтой многих американцев, многих иностранцев. Численность населения LA продолжает расти, но многие оттуда почему-то уезжают. Многие говорят, что Калифорния начинает загнивать. В LA у меня нет друзей, ни родственников, но по другим городам, например, Sacramento, у меня есть друзья и родственники, и они остаются там до сих пор, очень много лет, десятилетиями там живут. Поэтому мне очень интересно, почему некоторые считают, что Калифорния загнивает. Давайте наконец-то просто посмотрим эти видео и начнем решать. Первое видео с вами, которое будем смотреть, это вот Анатолия Власова с YouTube-канала Столица мира. Называется «Вся правда про Лос-Анджелес после пяти лет жизни». Давайте посмотрим. И Лос-Анджелес, он очень разный. Он разный настолько, что вот вы можете просто одну улицу перейти, и район кардинально поменяется. С одной стороны улицы могут стоять палатки, бомжи жить, а с другой стороны будут уже какие-нибудь дорогие районы, дома, как за миллионы долларов. И вот в этом контрасте весь Лос-Анджелес. То есть приехав только в один район, допустим, в какой-нибудь Голливуд, куда мы сейчас с вами отправимся, нельзя судить про весь LA, потому что сам Голливуд вам точно не понравится. Но проехав чуть-чуть дальше от Голливуда, вы можете увидеть шикарный район, и он вас очень сильно впечатлит. Даже вот просто поднявшись на одни из американских холмов, вот на обсерваторию Гриффит, которая вот здесь вот у меня за спиной, можно увидеть, насколько Лос-Анджелес гигантский. И это одно из мест, где я не был в Лос-Анджелесе. Есть как бы вертикальные города, которые растут ввысь, типа Нью-Йорка, там Сингапура, Гонконга. А есть горизонтальные города. Вот Лос-Анджелес это чисто горизонтальный город, который растет вширь. Как во многих штатах Америки, очень сильно распространено suburbs. Это то есть, когда одноэтажные дома, двухэтажные спальные районы, их очень много, они растягиваются очень на много миль, на много десятков миль. И чтобы доехать до магазина, всегда нужна машина. Чтобы доехать до школы, нужна машина. И Лос-Анджелес один из тех городов, как раз Анатолий Власов очень хорошо подчеркнул. Ну, есть и часть небоскребов, где downtown, да. Я четко вспомнил, как я пару лет назад там был. На улице может быть очень большой диссонанс, потому что на одной стороне будут палатки с бездомными, а на другой стороне прям шикарные здания, где миллионеры живут. Очень-очень непонятно, почему так. Почему такой контраст с бездомностью, с бедностью и с богатыми людьми? Это же Лос-Анджелес, и тем более Америка. Давайте дальше посмотрим, чтобы проникнуть в суть. На самом деле, вот этот факт, что даже сам город был основан только двумя белыми, а остальные все были люди других рас, имеют свое наследие и сегодня, потому что Лос-Анджелес это очень разнообразный город. Здесь очень большой уровень так называемого diversity. То есть, если вот вы смотрели на Лос-Анджелес в фильмах, в играх, я боюсь, что вы не совсем правильно представляете этот город. Смотрите, в отличие от большинства городов, где вот лично я был, здесь не так много классических в голливудском, старом голливудском понимании американцев, то есть, таких вот белых людей. Подавляющее большинство, более 50%, здесь это люди латиноамериканского происхождения. Это правда, там очень много латиноамериканцев и испанские, это просто как первый язык. Почти. И это видно, просто вот проходя по улицам города. Белых здесь живет всего около 30%, и порядка 40% всех жителей Лос-Анджелеса являются иммигрантами. Как всем известно, в Лос-Анджелесе особенно, и в штате Калифорнии очень много мексиканцев, потому что граница рядом, такая же погода, можно устроиться на работу и получать больше денег, чем в Мексике. Но преступность от этого очень большая, потому что есть очень много банд у латиноамериканцев, и они себя чувствуют как дома в Лос-Анджелесе. Помимо них есть афроамериканцы, белые, ну и вы много, наверное, слышали про гангстер-рэп, про Комптон и все такое. Я не буду вам рассказывать то, что вы сами уже знаете. Но да, там очень много латиноамериканцев, 50%, вау. К слову, о испанском языку и латиноамериканцев, Лос-Анджелес, это всего лишь маленький кусочек названия. На самом деле, я сейчас, я не силен в испанском языке, но это на русский переводится как поселение Девы Марии, царицы ангелов. Я когда жил в России, я мечтал поехать в Лос-Анджелес и приехать сюда самому, своими ногами, пройтись вот по этой аллее. И, друзья, это самое большое разочарование, вообще, которое у меня когда-либо было. Потому что, что такое Аллея Славы? Это очень грязное, одно из самых грязных мест в Лос-Анджелесе. Здесь воняет, извините, испражнениями, травой. Здесь ходят какие-то сумасшедшие люди, которые орут там или танцуют, или еще что-то. Травой, да. Я когда был, не было прямо так сильно. Ужасные бары, китайские эти сувениры за огромные деньги. Короче, это полная жесть. Не было столько ароматов, как Власов описывает, но фриков там хватает, да. Это самое большое разочарование, самый худший город на планете. И уезжайте, чтобы больше никогда сюда не вернуться. Да, то, что Анатолий Власов подметил, что там не совсем то, что вы, наверное, ожидали. Это так и есть, но, наверное, зависит от самого времени, года, когда вы там бываете. Зимой там получше, не так жарко, не так много ароматов неприятных, наверное. Но стоит все равно там побывать, чтобы ощутить эту звездную атмосферу. Она действительно звездная. Что еще многих прямо поражает, это когда вы немного не с той стороны будете ехать в даунтаун, то вы будете проезжать через район Скидроу, который известен, наверное, на весь мир тем, что это, по сути, город бомжей. И там реально город бомжей. Одни ночлежки, вот эти вот все компании, которые сдают еду. И там, ну, просто город во власти бомжей. Там живут десятки тысяч бомжей. Это очень странно выглядит, потому что это вот на фоне у всех этих классных высоток. Но, что надо про это знать? Так было всегда. Этот район всегда был районом маргиналов. И из-за того, что вокруг него возникла инфраструктура вот этой бесплатной раздачи еды и раздачи мест, где можно переночевать, то все бомжи съезжаются туда. Естественно, там полная антисанитария, там царит наркомания. И, ну, без слез на это не взглянешь. И, естественно, люди, которые приезжают из крупных европейских городов, кто приезжает из России сюда, из Москвы, они, конечно, поражаются, потому что едут в центр, а проезжают мимо просто города бомжей. Это очень странно. Просто знайте, что это есть. И я на это смотрю, как на, знаете, проявление многообразия жизни. Да, хочу добавить про Skid Row. Помню, как я там был и помню, как все, многие, да, из бомжей подходят и постоянно кто-то там ветеран войны, у них у всех разные судьбы, разные истории. Они подходят и просят лепту, right? Их, конечно, жалко, но люди, у каждого судьба и они все вправе что-то поменять в жизни, тем более они живут в Америке, right? Хочу рассказать историю о том, как Skid Row получила свое название. Дело в том, что в далеких 1930-х годах, когда Лос-Анджелес только начал формироваться, был такой Skid Road, то есть улица Skid, а Skid это значит скользти, а конкретнее там были очень много лесорубов, то есть срубали деревья и они как бы скользали плавно по этой улице в речку или в озеро, чтобы там дальше ехать по своим направлениям. И с тех пор это все закрылось, перестали заниматься лесорубием на этой улице, но люди, лесорубы, они также все равно приходили на эту улицу и пытались там найти что-то, какую-то работу или просто ночлег и оставались там все время. И с другой стороны к ним подошли религиозные люди, христиане, то есть церкви и пытались им всячески помочь дать ночлег или питание. И с тех пор они там оставались. Это все время вот такая вот самоотношение непонятное. Это называется Skid Road. Изначальное Skid Road название. Одним из главных плюсов Лос-Анджелеса является безусловно его погода. И поверьте мне, я поездил по многим американским городам, по многим американским штатам и самым модным, куда сейчас все типа валят. Более идеального климата, чем в Калифорнии, более идеальной погоды, чем в Лос-Анджелесе, пожалуй, не существует. Вы только представьте, круглый год, средняя температура 23-25 градусов Цельсия. Зимой она падает ну типа до 10-12 градусов и то только в декабре... Не, она не влажная. ...далеко не всегда. Иногда в январе может 30 градусов тоже быть. Дождь идет в основном только в феврале-марте, но не каждый день, а типа пару раз в неделю и все. Я в феврале уже в бассейне купался с ребятами на улице. Это было в августе 2018 года, когда было где-то плюс 43 градуса, но это было только один день. И даже несмотря на такую жару, вот типа сейчас у нас плюс 30 градусов. Если бы плюс 30 градусов было в Москве, а я помню, какого это было там, то я бы умирал. Потому что в Москве влажность намного выше, чем здесь. Здесь воздух относительно сухой. Не такой сухой, как в пустыне где-нибудь в Лас-Вегасе или там в Аризоне, но не такой влажный, как в Майами или в Нью-Йорке. Из-за этого даже самая сильная жара, там типа плюс 30 градусов ощущается нормально. Я точно скажу, что нету такой влажности в Калифорнии. То есть там может быть и 40 градусов, и 45. И это будет ничего страшного. Вы просто зайдете в тенек, подует иного ветер и все будет нормально. В Питере с этой аномальной погодой, особенно этим летом, когда плюс 30 градусов и это просто невыносимо для меня, мне становится плохо иногда в Питере летом. Но говорят ребята, что так не всегда, что это просто аномалия. Погода даже зимой в Калифорнии очень благоприятная и там просто дождик идет, там где-то ну плюс плюс 10, это считается холодно. Один раз шел снег, по-моему, зимой, так вообще вот на буквально полчаса такой вот, ну мелкий снег и это было просто какой-то феномен, какое-то чудо с небес. Все основное время солнышко и дождь, зеленеющая травка. Я помню, что иногда иногда зимой чуть-чуть замерзала земля и то есть лед был прям такой самой малостью, то есть иней. Летом 120 градусов фаренхайт, это ну примерно наверное 40, 40 с чем-то градусов летом было. Это считалось прям ну вот не по-детски. Наверняка, когда вы приедете в Лос-Анджелес, вы заходите поехать на океан и вы поедете именно сюда, в Санта-Монику. Так вот, тоже, друзья, не делайте этого, потому что Санта-Моника это не очень тоже хороший район. Он как бы с одной стороны хороший, потому что он очень дорогой, здесь много хороших отелей, он вот средняя стоимость аренды здесь квартиры, средняя стоимость дома, вот можете посмотреть примеры, какие тут дома и квартиры есть. Вполне неплохо, я вам скажу, но здесь похожая проблема, как в Даунтауне. С одной стороны, вы платите очень большие деньги за недвижимость, но с другой стороны, у вас полно туристов и полно бомжей, особенно если вы вот в сторону Венеса, это как бы следующий район, там бомжей просто тьма. Если говорить о пляжах, я больше люблю Сан-Диего, чем Санта-Монику, про который Анатолий Власов сейчас рассказывает. Санта-Моника тоже очень хорошее место, где сравнительно мне заказалось, что там теплее вода, чем даже Сан-Диего. Там чуть-чуть грязнее, там больше бездомных, но зато есть там аттракционы, хороший песок. Мне больше понравился Санта-Моники, чем в Сочи. Не знаю почему, вроде природа похожа, и люди, нет, люди разные, конечно, люди разные. Просто, наверное, потому что океан и море, это разные вещи. Волны там потрясны. Чем мне больше нравится океан, чем море, это потому, что волны, это волны, это просто совершенно другой уровень восприятия напора воды и энергетики. Стихия чувствуется лучше в океане, нежели в море. Поэтому я прямо скучаю даже по Санта-Монике и я хочу туда когда-нибудь вернуться там еще раз побывать. Если уж говорить про минусы жизни в Лос-Анджелесе, то, как говорят, если спросить у среднего американца, какой самый стереотипный минус жизни в Л.А., то все вам скажут трафик. Дело в том, что весь Л.А., он изрезан хайваями, огромными многополосными шоссе. Вот мы сейчас едем, тут сколько? Шесть полос. Шесть полос? Шесть. Они всегда стоят, как это обычно бывает. Во всех городах победившего автомобиля все хайвы стоят. Сколько полос ни строй, они будут всегда стоять. Вот здесь мы едем по трассе 405, которая стоит вообще всегда. пробки это то, с чем приходится жить. В Лос-Анджелесе огромный трафик и пробок здесь даже больше, чем в Москве. Так было в последний раз, когда я проверял. Но особенность пробок здесь местных Лос-Анджелесских в том, что в отличие от московских пробок, а московские пробки это единственные пробки, которые я лично знал, живя в России. Вот в Москве, я помню, были пробки такие, что ты мог на час встать и за час продвинуться, не знаю, метров на пять. Здесь же, вот мы сейчас едем по пробке, у нас там навигатор показывает то, что дорога кроватная. Вот это правда, да. Московских пробок почему-то намного злостнее себя чувствуешь, потому что там просто практически не двигаешься. Хотя полос, а также много. Мне обычно ехать полчаса, часто мне ехать более часа. Просто из-за вот таких пробок. Так что да, живя в Лос-Анджелесе, пробки становятся неотъемлемой частью вашей жизни, особенно если вы передвигаетесь на автомобиле. Несмотря на то, что принято в Америке и в Лос-Анджелесе тем более иметь в каждом семействе по 2-3 машины, а в России по одной, да, по одной-две, почему такая разница? Почему пробки в России сильнее и длительнее, чем в Штатах? Я не знаю. Может, у вас есть ответ? Если у тебя есть, пиши в комментарии, делись, и мы научимся чего-то новому. Сейчас мы будем смотреть видео другого блогера. Это девушка по имени Нелли, русская девушка. Она себя называет Нелли Форникейшн. И будем смотреть про незлачные места и опасные переволки, которые не покажут туристам. А эта часть будет про экологию в Лос-Анджелесе. Есть косяк с экологией. За особенности расположения города в целом в долине, да, здесь задерживается плохой воздух, который идет от машин, короче, скапливается, и из-за этого некоторые дни может предложение тебе писать, что воздух для чувствительных групп населения очень плохой. смаг. Есть такое понятие. Американское понятие смаг. То, о чем сейчас говорит Нелли, она говорит про смаг. И даже в русском есть такое слово наверняка смаг, которое переводится как fog and smoke. Это наверняка пришло из Лос-Анджелеса, потому что там действительно очень грязный воздух. Не рекомендуется слишком много бегать на улице в некоторых районах, потому что там очень загрязненный воздух, очень много машин, как мы уже упомянули раньше. Поэтому смаг это smoke дым and fog туман смаг, right? Это про Лос-Анджелес. И да, это правда, что в Лос-Анджелесе я регулярно вижу вот в центральной части живу летающие вертолеты полицейские. Иногда даже два или три. Вечером можно стать свидетелем реального задержания, то есть летит вертолет с прожектором, светит. Плюс на улице ты можешь встретить полицейские машины. преступления. Ну, то есть это большой мегаполис с событиями, которые постоянно происходят. И если ты переезжаешь в подобный мегаполис, наверное, надо отдавать себе отчет, что здесь преступности и какого-то криминалитета будет больше, чем в небольшом городке или в деревушке. Во время своей поездки в Лос-Анджелес я не видел так много преступностей вокруг меня. Ну, она, конечно, была где-нибудь там поблизости, потому что хеликоптеры летали, конечно же, как все время, да, не без этого. Там Комптон рядом, это Лос-Анджелес, там столько банд, столько разновидностей гангстеров. Есть латиноамериканцы, есть афроамериканцы, есть белые, скинхеды и так далее. Есть даже китайские. Там не без этого, right? Но когда я там был, я там был неделю, ну, то есть, вот, как бы, через время приезжал. и мне ничего не коснулось, но в Сакраменто было, в Сакраменто была перестрелка перед моим домом, это я помню, ограбили Сабвей, в которой моя сестра работала, и отец моего друга, он работал деливрия пицца, и его тоже ограбили. Преступность очень хорошая в Америке, в Лос-Анджелесе тем более. Все обычно насмотрятся фильмы, типа, разлом Сан-Андреас, и, короче, потом с фобиями приезжают в Лос-Анджелес, ожидая, что здесь случится разлом. На самом деле, это не совсем беспочвенно, потому что Лос-Анджелес и, в принципе, Калифорния склонны к землетрясениям. Я лично за эти 3,5 года ощущала, ну, раза 3, как минимум, землетрясения, от которых ночью реально просыпалась. Ощущения не самые приятные, но, с другой стороны, когда я постала потом это в Инстаграм, мне ребята говорили, да, у нас там в Киргизии точно так же трясет, или даже в Крыму встречается. По поводу землетрясений, да, Калифорния, она находится в таком месте, где тектонические плиты движутся, чуть-чуть по чуть. Бывают, бывают ураганы, бывают землетрясения, чаще всего. Сколько я там жил, в Сакраменто, не так уж много, ну, было, были небольшие, прям вообще, маленькие землетрясения, ну, и хорошо, right? Поэтому бояться нечего, если вы собираетесь в Лос-Анджелес, бояться не надо землетрясений. Сейчас мы будем смотреть видео, точнее, отрывок из видео блогера Алексея Шевцова. Видео называется Лос-Анджелес грязный, гнилой, но любимый. Давайте посмотрим. Ни в одном городе в мире мне не может быть настолько комфортно, как здесь. Да, я продолжаю боготворить Вену, восхищаться Прагой, любить Гамбург, упиваться красотой итальянских пригородов, но именно в этой поездке я еще сильнее проникся атмосферой именно этого города и она необычайно расслабляющая. Я иду по улице, вставляю наушники в уши, включая музыку и я без преувеличения начинаю пританцовывать от того, насколько мне комфортно. Уж слишком сильно все окружающее вокруг меня вдохновляет. Как исключаю по этому? Да, несмотря на то, что Лос-Анджелес это очень большой город, очень растянутый, там много драгдилеров, бомжей, очень много преступностей, но там все равно есть вот какая-то изюминка, которая очень тепло греет душу. Наверное, потому что я очень сам люблю Калифорнию, наверное, потому что я там родился. Я желаю каждому из вас там побывать и сделать свои выводы. Вам наверняка все равно понравится, особенно вот эти пляжи, аттракционы, песок и солнце и пальмы и погода, самое главное, которые вы нигде больше на встрече не встретите. Это все в Лос-Анджелесе. Мы с вами посмотрели отрывки видео трех блогеров про Лос-Анджелес. Я подал свои комментарии, потому что я там был. Я, посмотрев эти отрывки видео, очень опять заскучал по этому городу, по штате Калифорния, особенно. Лос-Анджелес, откуда? Guns N' Roses, Metallica, Slipknot, Blink 182, Justin Timberlake, Britta Mars, Michael Jackson. Да просто это бесконечный список артистов и мега крутых ребят, которые зародились в этом городе, Лос-Анджелес. Просто советую всем сюда съездить и на своем опыте испытать эту прекрасную атмосферу. А сейчас я с вами прощаюсь. Желаю всего хорошего. Ставьте лайк, подписывайтесь, чтобы не пропустить ничего. А с вами был Дэвид Катан и see you next time. Субтитры создавал DimaTorzok